Здесь вот у меня жена попала в аварию, большое спасибо врачу, который ее прооперировал. Сейчас он, когда приходит по другим делам на восстановление, он ее не замечает, он ее вообще не смотрит, они слишком высоко. Это вообще отдельная тема, я просто смотрю, да, врачи в России живут не очень хорошо, мало платят и так далее, но они ближе к пациентам, они лучше чувствуют их вот эти болезни. А здесь врачи слишком высоко. И тоже вот я обязательно упомяну, за счет чего. Вот смотрите, опять же я привожу пример свою личную жену, свою родную жену. Вот она сломала ногу, привезли нас, спасибо, тут быстро сработал 911, все привезли, у меня-то, слава богу, ничего, по башке получил мешком. Вот, у нее перелом. Значит, сделай ее первый рентген, обязательно. Ну а как же посмотреть, что там, чем будет врач заниматься. После того, как сделали операцию, посмотрели, рентген опять, что у нее там, как эти косточки, все там, сложили ей, поставили пластину, шурупа. Это надо. Ну через пару недель сделали еще один рентген, посмотреть, как идет заживление. Ну, надо, в общем. А зачем четвертый, пятый, шестой рентген? А ведь это не дешевая процедура. Это довольно-таки дорого. Зачем? Не та же нога. У нее воспалений никаких нет, у нее сложений никаких нет. Зачем? Ну, ответ простой. Сейчас же денег. Побольше сейчас. И вот она ходила, сейчас, правда, уже отказалась на вот эти восстановительные процедуры. Первое время с ней там что-то еще делали, какой-то массаж и так далее. А сейчас вот эти дни последние. Ну что, она приходит, она сначала на трендмиле, чем-чем-чем-чем, потом на велотренажере, дрын-дрын-дрын. Потом что-то ей там потыкнуть немножечко, и все. Сейчас 250 баллов. Непонятно, за что. Ну, хорошо, ладно. Это разговор отдельный. Вот, за счет чего здесь врачи процветают. Ну, за счет этого. Кстати сказать, вот, вы знаете, сколько с вас чажутся ваша инсульница, когда вы идете там на процедуру в любую больницу, в том числе и русскую? Не знаете, да? Ну, могут 600 чажутся за один сеанс массажа, могут 700. 800, 800. Причем, это, вы не докопаетесь никогда, спрашивают, это бесполезно особо. Вот. Ну, конечно, инсуринс, вроде бы, оплачивают, но на самом деле это, знаете, палка двух концов. Вот у вас инсуринс кончился, а вас не вылечили. И что дальше будем делать? Хорошо. Это я вот, что я посмотрел в России, что я посмотрел в Америке. Немножко о себе. Я уже говорил, что я лечу вот этими полынами моими моксосигарами и многогольщицами молоточками. Вот в поликлинике я сижу, приходит, это еще в России, приходит ко мне мама, у меня ребенок полгода кашляет. Вот. Я его вот этим молоточком стучу прямо на приеме. Знаете, у меня мамы всегда сидели тихо-тихо на приеме. Тогда уже можно было ходить не обязательно к своему участковому, а можно было ходить к любому. Вот у меня была всегда огромная очередь, где мама никогда между собой не ругалась на скандале. Потому что они знали. Я не только назначаю таблетки, но я там еще минут 15 занимаюсь, значит, вот этого пациента, маленького ребенка, я еще лечу своим методом. Вот. Результат отличный. Вот эти кашли все полугодичной давности я снимал. За счет чего это происходит? Вот еще Анатолий Владимирович Кашпировский в свое время сказал, ну, нет к ним его отношения особо, я тут не буду говорить, вот, что в организме человека есть аптека, своя аптека. Вот наша задача, ну, наша задача врачей, в общем смысле, это слово, стимулировать вот эту аптеку, возбудить ее, чтобы организм сам вырабатывал вещества, которые помогут самому организму справиться с заболеванием. Вот как он это делал? Ну, я немножко этого не понимаю, когда у тебя там зал сидит, полторы тысячи, ты как-то на них воздействуешь. Для меня, вот, один пациент, один врач, даже вот мои коллеги, вот, по рефлексологии, там, акупунктуристы, они как работают в поликлинике, допустим, там, пять кушеток, лежат пять пациентов, ну, за ширмочками. Вот он к первому подходит, тык-тык-тык-тык-тык, иголочки, ко второму тык-тык-тык, тык-тык-тык, к пятому, все, и уходят там покурить, допустим, или занят своими делами, он в маме пишет. Не знаю, это не лечение. Ты должен быть с пациентом, ты должен чувствовать его боль. Ты должен, контакт вот этот вот, во время сеанса, вот, сколько там, 40 минут, час, он должен быть полным, абсолютно, понимаете. Вот у меня была одна пациентка еще в Саратове, она приехала из Германии, то есть она живет в Германии, и приехала в Саратов просто там отдохнуть на отпуск. Вот у нее очень сильно болела шея, она работала там где-то, какие-то микросхемы паяла, под микроскопом. И вот все время вот это вот положение, вот, и у нее, естественно, заболел шеей. Она пошла к местному там, к навалу, ой, извините, пошла к местному оккупану, к туристу, немцу. Вот он ее посадил на стул, ужасно неудобное положение искать. Натыкнул эти иголки и ушел. Иголки половина выспались, видать плохо, просипились, у нее кожа хорошая такая, речная, ложская. Вот он пришел через полчаса, подсохнул, что-то, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот так вот раз пять или шесть. Она тоже, в Германии тоже врачи, очень высоко за облаками. Вот она стеснялась ему сказать там, что, ну сколько она, пять, шесть, семь, десять сеансов провела. Очень дорого это все. Ничего, результат никакого. Вот я с ней когда занимался в Саратове, я иголками вообще никогда не занимался, мне не нравится. Вот, опять же, моя вот эта сигара и мой вот этот молоточек. Ну сколько мне потребовалось? Пять раз она ко мне приходила или шесть. Вот с тех пор я немножечко так общаюсь, мне ничего не болит. У нее шея вот эта прошла, так сказать, все, окончательно. Почему? Да потому что вот эти средства, которые я использую, ну это какая заместительная терапия? Никакая, это я организм именно стимулирую на то, чтобы он работал сам. Вот как мне кажется, это самый лучший способ, чтобы организм сам вырабатывал вещества, которые ему помогают справиться с заболеванием. Я даже больше скажу. Вот у меня когда-то, я уже как-то говорил в одном из своих роликов, в одном из своих лекций, у меня когда-то боялась спина. Вот. У меня тогда фигура была вот такая вот, вот прямая. Вот можно было шпани глотать, если я ходил, да? После того, как я сам себя вот этим всем вылечил, у меня даже изменилась фигура. Я стал немножко ниже ростом, но у меня позвоночник приобрел нормальный изгиб вот такой, S-образный. То есть поясница чуть-чуть назад, грубо чуть-чуть вперед, буква S, как пружинка, которая как бы, ну как рессора между головой и низом позвоночника, понимаете? Вот. Когда спина прямая, вот как говорят, палку проглотил, да? То очень плохо. Это очень сильная нагрузка на позвоночник и на тазовые кости. Вот. А когда она вот так немножечко изогнутся, но я тебя не буду ломать. Ну, смысл в том, когда она как пружина вот такая, S-образная, ты гораздо лучше. То есть вот эти мои средства даже изменили мою фигуру. Где-то там мышцы подтянулись, где-то что? Организм сам знает. Внутри организма всё есть. Главное его заставить думать, заставить работать, заставить лечить, так сказать, самого себя. Вот это самое главное. Ну, в общем, наверное, и всё на сегодня. Хотя у меня вот тут вот есть бумажечка, на которой у меня записано кошмарное количество всяких, так сказать, пунктов. Ну, я так думаю, что я об этом поговорю когда-нибудь в следующий раз. Если вас эта тема заинтересовала, пишите. Пишите на сайт, приходите на сайт докторвлад.кам. Вот. Задавайте мне любые вопросы. Я всегда открыт. Знаете, это ещё старая советская привычка. Я всё-таки открыт для своих пациентов и всегда готов с ними, с вами обсудить любые проблемы, которые вас только заинтересуют. Большое спасибо.